Друзья, всем привет! С вами Леся и сегодня хочу вам показать свой интернет-заказ из магазина Ле Туаль. Он был уже оплачен и мне оставалось только ждать, когда его привезут. Ну, достаточно быстро его доставили, то есть буквально через день. И здесь декоративная косметика и один уходовый продукт, а именно кремушек. Крем от марки Венус. И этот крем был, да, он красиво запечатан, не зафольгирован, в общем, клееночка была, все дела. Но я же, конечно, не устояла, все открыла. Это у нас дневной защитный увлажняющий крем марка Венус. Меня очень сильно привлекает своим дизайном, своими ароматами. Какая-то у них такая общность в линейках, очень все-таки красиво, такой небесно-голубой цвет. Приятная марка, конечно, и некоторые продукты я уже пробовала, в принципе, они мне нравились. Кстати, крема вот в оффлайне я не видела, а в интернет-магазине у них намного больше выбор. Конечно, тут с этим не поспоришь. Здесь у нас 50 мл. Традиционная рецептура марки Венус. Наносить утром на чистую кожу лица и шеи. Ну, в общем, такой вот крем. И самое интересное, девочки, что крем стоимостью 321 рубль, он у нас в стекле. Это стеклянная баночка. Это так как-то статусно и стильно, честно говоря, я даже этого не ожидала. Мне баночка очень понравилась. Меня всегда как-то подкупает, когда крем в стекле. Мне кажется, это как-то прилично, дорого. Хотя кремушек недорогой. 12 месяцев после вскрытия 50 мл. Здесь у нас стекло. Сама крышечка, ну, пластмассовая. Самое интересное, что крем, он достаточно такой густой, как вы можете видеть. И я этого испугалась. Я его еще не пробовала, но пальчик один раз макнула. Вот такой вот он беленький. Но знаете, когда он соприкасается с кожей, он как будто бы тает. Он хорошо очень распределяется. На лице, повторюсь, я не пробовала. Но надеюсь, что мне подойдет. В принципе, мне не подходят гелевые текстуры. И сыворотки очень часто не подходят. Что по поводу аромата. Аромат безумно крутой. Это аромат, вот знаете, какого-то такого классического крема. Но именно не Невея, не Дав, нет. А именно собственного классического крема Венус. Мне кажется, именно так. Очень приятный кремовый такой. Немножко пудровый. Чуть-чуть со сладкинкой аромат. Очень классный. У меня большие надежды на этот крем. Очень надеюсь, что он мне подойдет. Баночка такая. Кажется, что вообще-то миллилитров сто. Но такая, знаете, увесистая. Приятная. Мне понравился, по крайней мере, дизайн. И цена понравилась. Ну, надеюсь, что мне подойдет. Следующее, что я приобрела, это от буксом. Это у меня палетка. Пустая палетка. Стоимость ее 154 рубля. Я совсем недавно приобрела тени. Именно рефильчик. Его нужно вставить в такую вот палеточку-контейнер. Что, собственно, я и сделала. Вот так вот у меня получилось. Такая вот палетка. Классная получилась. Хорошо прям откидывается. Пользуюсь я не хочу. То есть, вы видите, поддели. Вытащили, вставили другой рефил. Очень удобно. Потрясающие тени. Это такой, знаете, более бюджетный аналог. Urban Decay тоник теней. У меня есть и тоник, и La 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 Vige. Вот эти вот буксы. И я могу сказать, что у них есть сходство. Но тоник, он, ну, немножечко другой и покачественнее чуть-чуть. Но, в принципе, сходство очень большое. И тени, в принципе, тоже хорошие по качеству. Классный такой вот контейнер, палеточка. Теперь у меня хоть прилично будут эти тени лежать, а не какой-то огрызочек. Так, следующее, что я взяла, именно это помада от марки Neslin. Честно говоря, я эту помаду заприметила в оффлайн-магазине. Мне понравился флакон. Такой вот флакончик. И там было много тестеров. Я подошла, начала тестировать. И в итоге я натестировала оттенок, который мне понравился. Именно оттеночек 35. Но его не оказалось в наличии. Я, в общем, пошла, полазила в интернете, в интернет-магазине. Там он в наличии был. И стоимость этой помады 531 рубль. Давайте вместе с вами потестируем еще раз этот оттенок. Вот так вот он выглядит. На самом деле он на камере более припыленный. В жизни он немножко как поярче. Так. Помада почти не имеет запаха. Скорее, просто какой-то такой кремовый классический аромат. Ой, какая она кремовая, яркая, красивенная. Просто супер. Она в жизни намного как-то ярче, более неоновей. На камере она немножко поспокойнее выглядит. Очень красивый оттенок. Я надеюсь, что будет и в носке хорош. Потому что мне прям он очень понравился. Если уже дошло до того, что я натестировала, мне понравилось, я не поленилась и заказала из интернета. Значит, все-таки вот как-то запал в душу. Оттенок классный, яркий. Такой, как я люблю. Так, и следующие мои две покупки. Это марка V7. Я раньше как-то не особо обращала на эту марку. Так как они грешат тем, что они слизывают дизайн. Но не то чтобы... Немножко копируют, да, у более дорогих брендов. И как-то я к этому отношусь не очень хорошо. Мне кажется, лучше сотвори свое. Свою фантазию включи, какая бы она ни была. И делай продукты. Но я очень хорошие отзывы слышала о данной косметике. И я смотрю одну девочку. Девушку, женщину, можно так сказать. Агата Тата 74. И мне она очень нравится. Очень ухоженная, красивая женщина. Она живет в Норвегии. Танечка, если смотрите меня, большой вам привет. И там у нее встречаются продукты от марки V7. И она рассказывала, что в Норвегии эту марку любят. И, в общем, покупают. И я подумала, чем я хуже, да. Ну-ка, я тоже попробую что-то. И зашла и увидела, что очень большие скидки на эту марку в интернет-магазине просто смешные. Такие деньги, ну просто грех не попробовать. И я себе взяла палетку. Вот такую вот. Стоимость ее, девочки, не поверите, 284 рубля. Она шла по скидке. По-моему, 50%. Bangkok Nights. Я когда увидела раскладку этих теней, конечно, я поняла, что мне это нужно. Здесь сиреневые оттенки. Они как-то вот на камере более приклушено выглядят в жизни не поярче. Я, конечно, решила, что мне обязательно ее нужно попробовать. Сейчас мы с вами ее протестируем. И также я решила, что мне нужна конкретно эта помада. Стоимость ее 194 рубля. Почему именно она? Это из серии Very Vegan. И у меня в оттеночке Lovely Lilac. Такая вот помада. Я влюбилась в дизайн этой помады. Он мне почему-то вызывает ассоциации с винтажной косметикой. С чем-то таким простым, выдержанным. Ну, я вот питаю слабость к винтажности. И очень мне понравился дизайн. И я влюбилась. Мне срочно нужен был оттенок такой вот помады. И я решила попробовать именно этот оттенок. Лиловый. Сиреневый, можно так сказать. Здесь у нас от бренда выбит логотип. Давайте с вами посвочим. Я боюсь, что она будет слишком too much для меня даже. Ну да, она такая светловатая. Прикольная, но, конечно, своеобразная. Я думаю, может быть, как-то поиграю, смешаю, допустим, вот этот оттенок с этим. Ну, очень мне хотелось попробовать. Не знаю, что из этого получится, но... Мне нужно было попробовать. Я же пока не попробую, я не успокоюсь. В общем, вот такой вот необычный цвет. Сиреневый. Будем пробовать. Ну и что по поводу оттенка теней. Давайте, наверное, их засвочим. И посмотрим, что из этого получится. Конечно, что могу вам сказать. Цена... Ой... Цена... Ну, смешная. Цена смешная. И тут просто грех не познакомиться с маркой, как говорится. Сейчас я попробую сделать свочи. Посмотрим, что у меня из этого получится. Ну, она достаточно такая светленькая. Тут есть очень светлые оттенки. Ну, тут еще, знаете, проблема в том, смотри, чем ты наносишь. Как ты наносишь. Я, кстати, базами вообще не пользуюсь. Да, она очень светлая, конечно. Мне кажется, тут очень надо наслаивать и поиграться. Но она переламутровая. Такие какие-то даже вкрапления немножко доохромные есть. Ну, в принципе, я по отзывам, я, девочки, читала, что некоторым она не понравилась. Потому что она достаточно такая блеклая, что ли. Ну, посмотрим. Ну, нужно самой попробовать познакомиться с маркой. Вот так вот я сделала свочи. То есть, вы видите, вот. Начиная и продолжая. Вот этот, вот этот и вот этот ряд. Больше всего меня интересуют вот эти два ряда. Здесь, конечно, такие оттенки немножко в коричневинку уходящие. И я, в принципе, коричневыми тенями вообще не пользуюсь. Ну, для меня это, можно сказать, неприемлемый вариант. Вот этот он с розовинкой. В принципе, вот он. Его видно. Ну, вот он прям уходит в коричневый. Потому что у меня розовые оттенки такие. Камера любит в коричневые вводить. Ну, и вы видите, что они достаточно светлые. Но, вы знаете, мне кажется, если наслоить, некоторые оттенки будут очень-очень даже ничего и заметны. Буду, в общем, играться за такую стоимость. Попробовать просто. Грех не попробовать, как говорится. Вот этот ряд, мне кажется, это самый такой, более выигрышный. Так помада начала красиво смотреться. Она прям как-то потемнела, что ли, девчонки. Она прям, не знаю, как это назвать, окислилась, что ли. Она стала более розовой, более фоксийной, что ли. Ну, блин, прикольная помада получилась. Если так, для сравнения. Рядом нанести свежую. Ну, вот видите, да? Не знаю, как вам видно или нет. Она немножко как потемнее становится. Более такой насыщенный оттенок. В общем, буду играться, буду играться, рада, что взяла. И тени все равно рада, что взяла. Есть тут некоторые оттенки, которые мне нравятся. Буду пробовать. Вот этот красивый оттенок. В общем, показала вам. Такие вот у меня обновочки. За небольшую стоимость получила себе удовольствие. За 1484 рубля. То есть, были скидки на помады, на палетки. 50-70%. В общем, такие вот у меня обновки. Всем большое спасибо за внимание. С вами была Олеся. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.